Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как справиться с чревоугодием. Кажется, страсть не такая важная, потому что мы же люди такие духовные, молитвенные, мы там добрые дела делаем, поэтому, в принципе, для добрых дел почему бы хорошенько не подкрепиться. Действительно, по сравнению с гордостью, с ненавистью, но чревоугодие вроде так безобидное, да и в принципе человек побольше поел, подобрее стал. Но надо понимать, что дьявол, неважно, он проломал ворота в штурме нашей души, или тихонечко сделал подкоп, залез и вот он уже вроде здесь. Точно так же и чревоугодие, оно все-таки опасно, потому что мы берем и угождаем своему телу, забывая об интересах души. Понятное дело, что чревоугодие может привести и к каким-то проблемам и для тела, то есть уже его какая-то внешняя привлекательность пошатнется, сердцу нашему будет тяжелее справляться, склонность у нас к каким-то болезням появится, но в данном случае для нас это не важно. Я бы вспомнил послание апостола Павла к Коринфянам, и в шестой главе апостол пишет, «Пища для чрева и чрево для пищи». Ну то есть все правильно, нормально, должны мы питаться, то есть не то, что мы должны голодом себе морить, но продолжает. «Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». Борьте раз. Ну в принципе это показывает, мы же все-таки живем, чтобы приблизиться к Царствию Небесному. В другом месте апостол Павел говорит, что пища нас не приближает и не отдаляет от Бога, это, кстати, к теме поста, но это другая тема. Действительно, пища нас не оскверняет, какая бы она ни была. Там не постная, там жирная, в большом количестве съеденная. В принципе, но это мы потратили время совсем не туда, силы потратили совсем не туда. Кроме того, вот очень показательны те примеры, которые в Ветхом Завете используют пророки, что тоже образ уточневшего Израиля, что вот Ветхозаветный, богоиспранный народ, он уточнел, он расслабился, и он из-за этого не может волю Божию творить. Ну по себе замечаем, что да, когда мы уже как-то там наелись, там какой-то праздник, там на Пасху разговелись так, что уже совсем не до молитвы. Ой, только лечь бы, полежать, ничего не охота, и вроде ты благодушный, и вроде ты и зла даже никому не делаешь, а добра-то тоже не делаешь никому. А надо помнить, что христианство это все-таки не борьба с грехами, слишком много чести, сстань ангелом его, чтобы только с грехами бороться. Христианство это возрастание любви, вера без дел мертва, и поэтому нам нужны дела. Дела, дела любви для спасения нашей души, для нашего счастья. Тут как раз мы должны еще вспомнить притчу о безумном богаче, где богач получил большой урожай и говорит, ой, ешь душа, пей, веселись. Обращается не к телу, обращается к душе, говорит, я для души, для тебя вот это меня будет радовать. Поэтому как бы человек ни говорил, ой, нет, у меня светлая чистая душа, а я на самом деле черевогодие, это всего лишь тело мое поражает, а душа моя, она как-то не связана. Чем заканчивается эта притча? Господь говорит, безумец, ночью эту душу твою отниму от тебя, придет ангел, отнимет душу, то есть будет душа и тело разделено. Поэтому когда мы с подсказкой лукавого говорим себе, что не, черевогодие не так страшно, и в принципе на душе оно не сказывается, оно может не сказываться, черевогодие тела на душе, только когда душа и тело полностью разделены. А когда душа и тело полностью разделены? В момент физической смерти. Именно в этот момент действительно душа и тело разлучаются. И собственно это происходит с безумным богачом, который говорит, я сейчас едой и своим богатством буду радовать. Да, не пшеницы, урожай-то он собрал, понятно, поменяет, накупит разных яств, там пастухи овечек пригонят, повара все приготовят вкусно. Господь разлучает тело и душу. Он показывает, да, богач, ты хочешь своей душе позаботиться, вот все, о душе будет заботиться. А телесные все эти яства не помогут. Поэтому, дорогие братья и сестры, действительно, черевоугодие не самый страшный грех. Но это плодородная почва, вот это, можно сказать, да, такое удобрение, на котором, увы, куда легче, чем добродетелям вырасти греху. Можем мы действительно пировать? Можем, потому что даже Царство Небесное неоднократно уподобляется брачному пиру. Поэтому это все хорошо, здорово, вкусно поесть, угостить, взял, съел, подобрел, от гнева ушел, замечательно. Но черевоугодие – это когда уже мера прервалась. И уже ты пресытился, и уже, как вот ты берешь, у тебя есть бочка меда, и в принципе очень хорошо. Но когда к этой бочке меда добавляется ложечка дегтя, то уже все это отравляется. Точно и так же мы на каком-то хорошем аппетите, на насыщении становимся добрее, веселее, более расположены к людям, замечательно. Но как только мера преисполняется, уже не мед добавляется в бочку, а добавляется тот самый дегтя. И на нашем черевоугодие, наоборот, начинает вместе добродетели расти и страсти. Поэтому останавливаемся. Пируем, веселимся, но не черевоугодничаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok